В те времена, когда Линдор был не городом, а временным рабочим пристанищем для сотен людей со всего Советского Союза, улица Дружбы Народов считалась главной, и не только потому, что была основным въездом в населенный пункт. История этой улицы восходит к 80-м годам прошлого столетия. Тогда все народы отмечали 16-летие создания СССР. Этот период истории знаменателен тем, что тогда Север строили все, говорят, сторожилы города. Именно отсюда такое название – улица Дружбы Народов. Естественно, этот вопрос даже и не обсуждался, что улица Дружбы Народов. Тогда это не было просто название или звук, или фраза такая Дружба Народов. Тогда ведь действительно была искренняя, правильная политика страны, что все люди жили в дружбе. Вот рядом мы сейчас стоим, место, где находился Ершовская ОБР, это Саратовская область, Бирская ОБР с Башкирией. Вот тут были их конторы, здесь находились, вот на этой улице. Рядом находился трест Ленторнефтепромстрой, где в основном выходцы этого треста работники с Украины. И вот дальше, в следующем доме у нас жили вахтовики из Узбекистана. Думая об этой улице, прежде всего, вот я вспоминаю шествие, начиная вот оттуда. Первые демонстрации вот у нас шли вот по этой улице. Мы собирались вот там, где вот называется остановка автобусов, тогда назывался автовокзал, вот где вот два арочника стоят. Вот там мы собирались, и вот по этой улице шли, вот поселковый совет, здание конторы НГДУ. И вот там, в том месте был митинг. Вот по этой улице у нас самые первые, вот мне вспоминаются, вот эти вот шествия, демонстрации, которые были в советское время, это на 1 мая, на 9 мая, на октябрьские праздники. Вахтовики из Азербайджана, Молдовы, Украины, Узбекистана и других республик проживали в одноэтажных общежитиях сборно-счетового типа, которые сейчас можно увидеть только на фотографиях, сделанных жителями того времени. Это было ровно 35 лет назад. На сегодняшний день вдоль улицы расположены жилые капитальные двухэтажные дома и общежития для работников нефтяной отрасли. Жители нашего города знают историю этой улицы и считают, что ей дали название «Дружба народов» абсолютно справедливо. «Дружба народов? Ну, наверное, потому что, чтобы разные нации соединялись, дружили, общались, не было разногласий в религии». В моем детстве, хорошем детстве в советском, мы катались по всему Советскому Союзу в спортивной школе и никто никогда не говорил, что ты той нации или ты той нации. Все были одинаковы, все дружили, все были, ну, как говорится, в одной большой семье. Было интересно. Название улицы действительно не просто звук или фраза. Это память населения о прожитых годах. Оно объединяет в себе все то лучшее, о чем нельзя забывать. Напоминает об истоках города, о фундаментальной дружбе людей разных наций, о дружбе народов.